Плохой мои маленькие любители велосипедизма. С вами Макс Морель и канал Велосклад. Вообще работа велокурьера очень благородная. Об этом даже в советские времена был снят фильм. Паш покорный слуга тоже работал курьером. Правда у меня тогда велосипеда не было и ходил я пешком. Но если бы у меня был велосипед, думаю я бы стал велокурьером. В чем преимущество велокурьера? В том, что в отличие от хождения пешком вы можете доставить свою курьерскую посылку гораздо быстрее. Вы также можете немножко теряться в навигации и вы это компенсируете скорость. Вы также независимо от общественного транспорта. Вам не нужно оплачивать билеты на метро, на автобус. Курьерская служба, как правило, всесезонная. Это значит, что кататься вам придется не только летом, а и осенью, и весной, и зимой. Ваш байк должен быть нереально универсальным. Бывают ли универсальные велосипеды и какой тип велосипедов наиболее универсален, который подойдет для каждого сезона? Честно говоря, когда я только начинал разбирать эту тему, я думал, что самый универсальный велосипед – это гравийник. Однако посмотрите на эту дорогу. Мне даже на подвесе здесь довольно-таки тяжеловато ехать. Вы можете возразить, что в Москве, как правило, снега нет. А если много нападает, его почистят и всегда есть вариант ехать по асфальту. Даже если вы велокурьер в Москве и снег, как вы говорите, чистят, не всегда получается проехать четко по асфальту весь маршрут. Так или иначе, вы столкнетесь со льдом и вынуждены будете либо двигаться пешком, либо просто падать. А это очень чревато. Вы можете испортить свою курьерскую доставку. Поэтому гравийник нам, очевидно, не сильно подходит. Только если вы катаетесь исключительно весной, осенью и летом. Еще один серьезный минус любого гравийника – это высокая цена. К сожалению, их стоимость начинается от такого ценника, который мы себе не можем позволить. А ценник, который мы себе можем позволить, я считаю, складывается из двух, максимум трех месячных зарплат велосипедного курьера. Вы же хотите, чтобы ваш байк быстро окупился. И здесь, опять же, у нас есть разветвление. Для чего вы покупаете велосипед? Для того, чтобы и курьерить, и кататься? Либо для того, чтобы только курьерить? Потому что это разные велосипеды. Дело в том, что сейчас человек может купить себе практически любой велосипед, даже за 100 тысяч. Вопрос в том, как быстро он сможет его приобрести. Он будет долго на него копить. Либо воспользуется кредитным предложением, которое впоследствии будет каким-то образом закрывать. Вы можете взять себе велосипед для души, для катания. Например, дорогущий двухподвес от компании Мирида. Почему бы и нет? И вы будете действительно получать на этом велосипеде большое количество удовольствия, даже доставляя курьерскую посылку. Но, тем не менее, вы должны понимать, что с вашей работой связаны риски, которые касаются непосредственно вашего байка. Это два фактора. Износ и воровство. Если вы собираетесь курьерить исключительно летом и в хорошую осеннюю или весеннюю погоду, то ваш выбор должен упасть на шоссейный байк. При том, что ваши маршруты будут проходить в основном по городу в 90 процентов случаев. А еще лучше, хиксбайк так или иначе будет требовать обслуживания. С тем износом и с тем километражом, который вы будете накручивать, износ будет касаться всех его движущихся механизмов. Поэтому ТО должно быть максимально легким, максимально доступным. Замена комплектующих и расходников должна быть максимально дешевой, потому что вы устраиваетесь на работу не для того, чтобы обслуживать свой байк, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, вы столкнетесь с тем, что эти комплектующие вы задолбаетесь настраивать, что они будут хрустеть, скрипеть и больше вам раздражать и мешать, чем доставлять хоть какое-то удовольствие. Но забудьте об удовольствии, ребята. Это просто работа. Вы же не собираетесь становиться профессиональным велокурьером до конца своих дней. Вы сейчас закрываете свои потребности, стремитесь к тому, чтобы расти дальше. Сейчас этот байк это просто рабочий инструмент. Да, вы можете сказать, что если кататься целый день на жесткой вилке, в условиях бездорожья у тебя устанут руки, у тебя отобьются почки. Но что поделать? Вы хотите какую-то вилку, ну возьмите самую дешевую бушную вилку RST, которая просто по сути является эмуляцией вилки. Она не принесет вам никакого видимого комфорта, как бы вы этого не хотели. Если вы хотите реально серьезный комфорт для вашей задницы, купите себе амортизационный подседельный штырь. Выбирая велосипед для курьерской службы, я бы обращал внимание на бушные модели. Брать новый байк, на мой взгляд, нет никакого смысла. Вменяемые адекватные хозяева, продавая свои велосипеды на вторичном рынке, всегда отдают их сначала в мастерскую, чтобы настроили переключатели, смазали все приводы, чтобы байк имел какой-то нормальный предпродажный вид. Таким образом вы приобретаете более или менее нормальный велосипед, у которого в перспективе будет необходимость заменить кое-какие расходники, но это все мелочи. Плюс ко всему вы можете взять неплохую раму, вы даже можете взять в ваш бюджет очень неплохую навеску. Но мы утыкаемся в следующий фактор. Воровство. То, почему мы разделяем велосипеды на две категории. Велосипед для себя и велосипед для работы. Если вы предпочитаете какие-нибудь экстремальные покатушки по пересеченной местности, скоростные, да, вам будет приятно преодолевать курьерские расстояния на вашем велосипеде. Но подумайте о том, как вы его будете оставлять возле подъездов, возле магазинов, возле точек доставки. Нет таких замков, которые бы не перекусили. Перекусывают замки велосипедов не абы каких. За велосипедами следят. Люди знают, за каким велосипедом они охотятся и знают, какой инструмент нужно брать с собой. Поэтому, оставляя свой байк на велопарковке, вы должны лелеять мысль в голове о том, что вы можете вернуться на парковку и не увидеть там своего велосипеда. Готовьте свой бюджет к этому неприятному моменту. Вы будете уже готовы как-то закрыть этот пробел, приобрести новый велосипед на ту сумму, которую вы отложили. Она будет меньше, чем первоначальный бюджет, может быть, даже значительно. Но вы так или иначе останетесь на колесах. Плюс ко всему, ваш велосипед, на котором вы занимаетесь спортом или катаетесь для себя, для того, чтобы получать удовольствие, обладает набором именно тех факторов, которые нужны вам. Я не уверен, что эти факторы нужны для осуществления доставок. Зачем вам SRAM Eagle? Зачем вам Shimano XT? Вы можете обойтись из Shimano SIS. Его и сломать не жалко. Его и обслуживать не обязательно. Снял, выкинул, купил новый. Какая разница? Он стоит копейки. Я считаю, что в вашем гараже все-таки лучше иметь два велосипеда, потому что своим другом, на котором вы развиваетесь, рисковать не надо. По моему скромному мнению, самый универсальный всесезонный байк, на котором можно осуществлять курьерскую доставку, это самый простой Hardtail из алюминия, ну или в худшем случае из стали. Если вы будете брать байк из стали, да, он будет тяжелый, он вас задолбает, но зато он будет мега дешевый. Самая дешманская навеска, которую и правда убить не жалко. И, конечно же, отсутствие вилки. Я уже как-то упоминал, что в Нидерландах люди, покупая новый велосипед, начинают сдирать с них краску. Это делается для того, чтобы веловоры не позарились. Ну, не обязательно царапать раму, вы можете обклеить ее каким-нибудь синим скотчем. Пусть ваш велосипед притягивает как можно меньше посторонних взглядов. Казалось бы, очевидным приобретение электровелосипеда, самого дешевого. Но стоят они, к сожалению, тоже не так, чтобы и мало. Так или иначе, вам придется оставить его у подъезда. Пусть на пять минут. Но поверьте, если кто-то захочет угнать ваш электробайк, они это сделают. Потому что самый дорогой у вашего велосипеда, каким он дешевым бы ни был, будет батарея и электрооборудование. Причем вы даже не успеете пошерстить вторичный рынок в поисках вашего велосипеда с вашей серийной рамой, как его уже выложат в продажу и уже раскупят все электрооборудование. Потому что вы не один такой велокурьер, который хочет себе дешевый велосипед. Их сотни, и все они ищут максимально дешевый, максимально выгодный для себя вариант на вторичном рынке. И поверьте, человек, который покупает себе такой велосипед, он прекрасно понимает, что он купил ворованный. Что касается брендов, вам нужно покупать самые неинтересные, самые неизвестные, самые простецкие марки, какие вы только можете найти. Чем ошанистее велосипед, тем лучше. А что делать, если вы все-таки понимаете, что вам нужен электровелосипед? Опять же, покупайте самый дешманский МТБшник, который можете найти. И впоследствии вы можете докупить для себя специальный комплект, который делает из вашего велосипеда электровелосипед. Они стоят относительно недорого, и вы можете собрать на базе дешевого байка неплохой вариант. И плюс у этой системы в том, что впоследствии вы можете продать свой байк как электробайк. И таким образом накинуть цену. Поскольку для нас велосипед, для курьерской службы это инвестиция, соответственно, нам также важно выгодно продать. Желательно за ту же самую сумму, за которую вы его и приобретали. Поэтому покупая себе курьерский велосипед, поставьте перед собой вопрос, а смогу ли я его продать? Понимаю, что вы бы хотели каких-то конкретных моделей, каких-то конкретных марок, но поверьте, это все эфемерно. Все, что вам сейчас нужно, обусловлено одним словом – выгода. Купите себе такой велосипед, который будет вам максимально выгоден по всем перечисленным параметрам. Как видите, в покупке курьерского велосипеда нет никакой романтики. Это сухой расчет, и чем лучше вы это понимаете, тем большую выгоду вы получите в процессе работы. Подумайте о том, что вы работаете не для того, чтобы работать, а для того, чтобы что-то получить взамен. Вы должны поставить себе четкую цель. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы иметь возможность помогать родителям уже сейчас, и не сидеть у них на шее, пока вы учитесь. Для того, чтобы оплачивать свои какие-то потребности. Для того, чтобы оплачивать свое жилье. Для того, чтобы впоследствии отучиться и пойти на нормальную работу. Вот какие цели вы должны ставить. И байк сейчас, который вы покупаете, это переходный инструмент, который должен помочь вам заработать. Поэтому старайтесь в него ничего не вбухивать. Именно поэтому вам лучше всего разделить свой гараж на два велосипеда. Пусть велосипед, на котором вы хотели бы кататься, мечтаете о котором, появится у вас не сейчас. Но впоследствии вы накопите себе необходимую сумму для того, чтобы приобрести тот велосипед, который поможет вам стать тем, кем вы хотите. А как вы выбирали себе велосипед для курьерской службы? Напишите о своих критериях выбора в комментариях. Давайте подискутируем и составим перечень самых важных пунктов для того, чтобы описать их в следующем ролике по выбору велосипеда для развоза еды. Друзья мои, это был канал Велосклад. Я Макс Морель. До новых встреч.